Белословные Во множестве сказок люди отправляются за тридесятые в тридесятые царства искать чудо-чудное, диво-дивное. Вот одну из них рядом с домом, или у дороги, или в рощице. Где только не растет красавица береза. Самым любимым деревом у нашего народа изданно была березка. Разве можно представить себе русское поле без одиноко стоящей белой березы? А русский лес без светлой березовой рощи? А русскую баню без березового веника? Почему же именно береза изданно считается символом нашей Родины? Разные виды стройной красавицы можно встретить в любом уголке огромной страны. От полярного круга до Кавказа, от Сахалина до Калининграда. И становится невозможным представить себе русский лес без красавицы березы. На земном шаре насчитывается около 120 видов берез, а в России до 70 видов. Береза – дерево удивительное. У нее единственной в мире белая кора. В коре имеется особенное окрашивающее ее вещество. А так как по латыни береза – битула, то и назвали его бетулин. Плохо пришлось бы березке без этого вещества. Кора у нее тонкая и нежная. Дерево могло бы получить солнечные ожоги. А так не опасно. Белый цвет отражает лучи. Если в жаркий день прикоснуться к стволу березы, даже на солнце он остается прохладным. А что же за черные черточки на березе? Какая их роль? Черные полоски на березе имеют свое название. Они называются чечевички. Белая часть ствола березы, которая занимает значительно большую часть ни воду, ни кислород, которые так нужны дереву для роста, для дыхания, не пропускает. А эти черные полоски, черточки, чечевички, в противоположность березе пропускают кислород, который необходим для дерева. Благодаря им происходит дополнительный газообмен. Зимой отдушины наглухо замуровываются более плотными клетками. В это время дерево спит и почти не дышит. А весной, когда береза просыпается, они снова начинают свою работу. Русское слово «береза» очень древнее. В различных языках это слово «светлый» или «белый». В старину славян год начинался весной и встречали его с березой, а не с елью. Первый месяц года назывался «березозолом». Изначально береза была символом плодородия и здоровья. А уже в следующие века она стала ассоциироваться с девичьей красой. Точно так же, как дуб и тополь стали ассоциироваться с мужественностью. Любили на Руси березу. Жизни людей и деревьев всегда соединяли тесные узы. Крестьяне никогда не строили дом на том месте, где росла береза. Это считалось грехом. Но сажать любили березу рядом с домом для благополучия семьи, для отпугивания зла, для защиты от молнии. Березовые ветки бросали на огородные грядки для отпугивания гусениц от капусты. В старину о березе говорили, как о дереве, об четыре дела. В давние времена, когда в электричестве и речи не было, а лучину щипали березовую, она хорошо горит, почти нет копоти. Вот вам и первое дело. Кому незнакомо выражение «скрипит, как немазанное колесо». Оно осталось от той поры, когда единственным транспортом была повозка, телега, а смазывали колеса дюксим, приготовленным из коры березы. Это второе дело. А больных чем исцеляли? Отваром березовых почек. Они успокаивали боль, заживляли раны. Это третье дело. Ну а четвёртое дело связано со всегдашней заботой человека о чистоте. Какие банные веники, какие мётлы считаются лучшими? Берёзовые. Попарившись в бане берёзовым веником, в листьях которого есть эфирные масла, дубильные вещества, витамины С и провитамины А, проходит насморк и улучшается состояние кожи. Но это только так говорилось об четыре дела. В действительности полезным делам, связанным с берёзой, счёта нет. Русские умельцы вырезали из берёзы всевозможные игрушки, скульптуры, ложки. Из бересты делали посуду для хранения пищи, воды, молока. Они легки и влагу не пропускают. Шла она и на изготовление бесчисленных коробов, корзинок, лукошек. Даже дань старину собирали в берестяные корзины луконы. Из бересты делали лыжи, плели лапти. Много столетий назад, когда ещё не знали бумагу, её заменяла береста. При раскопках в древнем русском городе Новгороде нашли множество берестяных грамот. При помощи костяных или медных стержней наши предки писали на бересте письма, счета и даже изготовляли детские книжки с картинками. У многих северных народов, эвенков, ненцев, были берестяные лодки, незаменимые на мелководных речках. Они погружались в воду всего на 5-10 сантиметров. На севере из бересты сооружали жилища, чумы. И тут берёзовая кора не подводила. Но это ещё не всё. Иногда на стволе берёзы возникают наросты. Так называемые капы. Их издавна использовали как прекрасный поделочный материал для шкатулок, табакерок, портсигаров. Изделия из капа были дороже серебра. А поделки из особого капа, белого, с чёрным рисунком, который назывался «птичий глаз», стоили столько же, сколько золотые. Стародавний дёготь оказался ценнейшим сырьём для получения многих промышленных продуктов. Из грибов, селящихся на стволах берёзы, чаги, приготовляют лекарства. Чагу используют в виде отваров при различных заболеваниях желудка. Чай из берёзового гриба укрепляет нервную систему. А берёзовый сок? Стоит весной сделать на стволе ранку, капля за каплей начнёт сочиться прозрачный сладковатый сок. Берёзовый сок помогает при простудных заболеваниях, воспалении лёгких, способствует укреплению дёсел. Огромное число обычаев и обрядов на Руси было связано именно с берёзой. На Руси существует праздник «Семик», «Прощание с весной» и «Встречу лета». Центральный персонаж праздника – наша берёзка. В этот день молодёжь веселилась в лесу на полянке, вокруг берёзы. Девушки приносили дереву разные угощения, ставили всё это на скатер, пели песни и водили хороводы. На ветвистой берёзе не отламывали ветки, плели венки. Веточкам заплетали косы, завязывали на веточках ленточки и загадывали желания. Нежная берёзка всегда воплощала женское начало. К ней приходили девушки в дни радости и печали. Считалось, что девушка, первая севшая в день «Семика» в тени берёзы, первая из подруг выйдет замуж. Даже во время войны не переставали восхищаться прекрасным деревом. И произведение Александра Прокофьева «Стоит берёзка фронтовая, и не от солнца горячо, у ней ведь рана огневая, пробила пуля и плечо». Отличный тому пример. В грозные годы войны берёза была символом, непобедимой Родины. Тихо стоят берёзки у солдатских могил. Как много они могли бы рассказать о страшной трагедии Великой Отечественной войны. Любовь к берёзе люди в песнях выражают, стихии и картины посвящают. «Без берёзы не мыслю Россию, так светла по-славянски она, что, быть может, в столетия иные от берёзы вся Русь рождена». Олег Шестинский. В её одеяние соединились два главных цвета русской природы – зелень лугов и белизна заснеженных полей. С веками её образ настолько укоренился в сознании россиян, что трудно вообразить русский пейзаж без этого дерева. Даже находясь далеко от родины, русский человек, вспоминая свой дом, обязательно представит берёзку. Для россиянина нет дерева милее и красивее. Берёза в России – нечто большее, чем просто дерево. Оно в сердце, в сознании, в повседневном обиходе, в традициях, которые пришли из древности, в самой культуре. Поэтому берёза – душа и символ России. Где берёзоньки шумят в белой рощнице, Песни русские звенят, в душу просятся. Ты послушай эти песни красивые, О сторонке, что зовёт за Россию.